Сегодня мы решили протестировать новую рецептуру наших прокалоров. Все слышали, что она доработана, изменена, но никто не видим, как это работает. Поэтому мы сегодня решили показать вам, как это. Ну что ж, для теста берем прозрачную основу, естественно, актив из ОВС-фри, естественно, с идеальной прозрачностью. И берем три, вернее, четыре цвета прокалора, три из которых мы будем с вами смешивать. Итак, показываем прозрачность, прозрачная основа, чтобы вы понимали, что прокалоры ее нисколько не замутнят. И начинаем основу нарезать. Берем хороший нож, большой, уверенный, и начинаем нарезать основу. Основа плотная, нарежется просто. На вид, идеально прозрачная. Теперь делаем с помощью хорошего ножа, хорошие кубики. Нарезаем основу удобными для вас кубиками. Здесь не зависит, какие нужны. При нарезке ощущается уже заметное сопротивление ножу. Рецептура основы тоже изменена, подскажу об этом. Теперь она застывает гораздо быстрее прошлой нашей основы. Уже при нарезке мы ощущаем, что основа гораздо суше на ощупь. Плотнее и суше. Наши хрустальные кубики уже готовы, поэтому мы сейчас отмерим 80 грамм. И попробуем их окрасить с помощью проколоров. Подмещаем все это в микроволновку. Ненадолго. Секунд на 10-20. Ну что, мыльная основа у нас расплавилась. Возьмем синий краситель для начала. Открываем. Краситель у нас не вытекает. Очень удобно. Теперь пробуем дозировать. Для того, чтобы окрасить наш небольшой объем, давайте начинать с маленьких доз. Теперь мы видим, насколько краситель концентрированный. И что для краски 80 грамм достаточно на палочке чуть-чуть его поддеть. И уже мы получаем хороший такой цвет индиго. Цвет мы получили. Я предлагаю заливать очень удобную силиконовую форму нашего производства. 80 грамм это вот как раз то, что нам нужно. Берем еще 80 грамм для нового вида красителя. Заполняем наш стаканчик. Мы расплавили основу привычным для нас способом. Меньше минуты нам для этого было нужно. И сейчас пробуем дозировать желтый краситель. Вот смотрите, какую небольшую горошину я беру. И размешиваю в прозрачной мыльной основе. Краситель очень быстро растворяется в жидкой мыльной основе. И мы мгновенно получаем нужный нам цвет. Если вы хотите более концентрированный, просто добавьте чуть-чуть больше. Заливаем силиконовую форму. И сбрызгиваем спиртом. Ну что ж, на очереди следующий цвет. Мы как обычно расплавляем нашу горошину в микроволновой печи. И сейчас давайте попробуем красный цвет. Вот такой он. Ну что ж, пробуем окрашивать красным красителем. Поддеваем нужное нам количество. И быстро перемешиваем. Можно медленно, там уже как захотите. Видите, цвет очень быстро становится равномерным. Между прочим, в красном можно добиться от вот такого оттеночка розового, что очень нравится девочкам, до более насыщенного красного. Мы чуть-чуть добавляем еще красного, чтобы показать, как быстро один и тот же краситель меняет цвет основы. Заливаем. Очередная порция основы у нас расплавлена. И сейчас у нас на очереди зеленый краситель. Называется он у нас изумрудный, потому что цвет он такого глубоко зеленого. Красители при дозировке нужно чуть-чуть меньше добавлять, чтобы цвет в стакане вам казался бледноватым. Потому что при заливке он будет более интенсивным. И давайте его зальем. У нас получилась полная гамма. Сейчас предлагаю смешать два вида красителя, чтобы получить третий цвет. Для начала возьмем классическое сочетание желтый и красный и попробуем сделать из него оранжевый. Дозируем желтый краситель и чуть меньше красного. Мы видим, что он оранжевеет. Ну что ж, мы уже получаем цвет апельсинчиков и можем его заливать. Видите, что он уже отличается от красного. Итак, основа расплавилась. Да, я не ошиблась, она расплавилась. И попробуем мы с вами сейчас создать фиолетовый оттенок. Я не всегда бываю аккуратно. И красители на моем столе будут запросто перевернуться. С проколорами это совершенно не страшно, потому что они не вытекают, они пачкают руки совершенно. Итак, дозируем красный краситель. Чуть-чуть, горошинку маленькую. И перемешиваем. Горошинка мгновенно становится цветной основой. И добавляем немножко синего. Синий всегда очень концентрированный, поэтому при создании фиолетового красителя синего всегда нужно добавлять чуть меньше. Будет и синтетический краситель, или любой другой. В проколории действует то же самое правило. Поэтому горошина здесь начинается с не горошины, а вот такой вот маленькой штучки. Так, что мы видим? Прекрасный вайлок. Заливаем. Итак, мы довольно быстро с помощью очень удобных и универсальных красителей проколор сделали с вами палитру из шести цветов. Конечно, палитра может быть гораздо шире. Чуть позже они застынут. Синий уже практически готов. Но мы дождемся остывания всех наших основ. И покажем вам результат. Ну что, наше мыло застыло. Вот. Можно его уже смело вынимать. Здесь из силиконовой формы достать мыло гораздо проще, чем из пластиковой. И мы уже сейчас видим, что оно сохраняет прозрачность. Можно, наверное, полностью форму наизнанку. Достаем дальше наши кусочки. Наши смешанные кусочки. Так, и наши красные. Итак, мы видим, что у нас получилась вот такая прекрасная палитра. И мы уже сейчас видим, что она сохраняет прозрачность. Она сохраняет прозрачность. Вот желтенькая, но обратите внимание, какая здесь толщина. вот синий, который обычно очень сильно замутняет основу, но он тоже прозрачный. Дальше мы обратимся к нашему фиолетовому кусочку, и он тоже прозрачный. Да, и еще раз акцентирую ваше внимание, что цвет стакани должен быть чуть бледнее, потому что в заливке мыло будет более насыщенного цвета, и это сейчас очень хорошо видно. Если вы отмотаете сторис назад, то вы увидите, что в стакане, например, тот же желтый, был более бледного цвета. А по факту получается, что он насыщенный очень. Мы можем разрезать мыло и еще раз убедиться, что да, вот наша прозрачность она сохраняется. Кусок окрашен равномерно, нет осадков, все, клюет. Субтитры сделал DimaTorzok